История спортивного ориентирования История спортивного ориентирования берет свое начало в глубокой древности. Ведь умения и навыки ориентирования на местности широко использовались еще во времена античного мира. Настоящее рождение современных соревнований по ориентированию произошло в 1918 году. Тогда шведский майор Эрнс Келандер придумал соревнования на пересеченной местности, где бегуны не просто бежали, но и должны были найти и выбрать собственные маршруты. Спортивное ориентирование – вид довольно сложный. Сочетание высокой технической подготовки и беговой подготовки. Надо обладать и выносливостью, пробегая очень длинные маршруты, и в то же время иметь хорошую скоростную выносливость. Выигрывает на финише, когда остается 300-400 метров только те, кто сохраняют скорость в конце дистанции. Ну, все считался сначала этот вид спорта для интеллектуалов, потому что он заставляет думать, принимать решения быстро. Но специфика ориентирования такова, что должна быть синхронность между скоростью бега и мышлением на карте. Если что-то опережает, спортсмены ожидают непредвиденные ошибки. То есть, если он быстро бежит, он может пробежать контрольный пункт, не заметить его. Это возврат, потеря времени, и на конечный результат это влияет. Спортивное ориентирование включено в программу крупнейших соревнований, проходящих под эгидой Международного совета военного спорта СИЗМ. В конце августа в австрийском городе Гюсинг проходил 47-й чемпионат мира среди военных. Если говорить о результатах, мы всегда чувствуем такую острую конкуренцию со стороны наших спортивных противников. Очень удачно выступили у нас женщины. Они завоевали две личных медали. Лейтенант Новикова Юлия на средней дистанции и лейтенант Ефимова Наташа на длинной дистанции. Плюс девочки, там еще есть две, которые внесли в копилку команды. Результаты неплохие. Команда заняла первое место. В целом, это золотая медаль. И каждый спортсмен получил по медали. У мужчин второе командное место мы проиграли в Швейцарии. Ну, тоже есть специфика комплектования команды в Швейцарии. Вы, наверное, тоже знаете, что у них все резервисты, все в строю, все имеют военную форму. Ну, естественно, привлекаются там периодически на военные сборы. И поэтому у них национальная команда по спортивному ориентированию является сборной команды вооруженных сил Швейцарии. Поэтому, а разве это ориентирование там очень прилично? Ну, острая была борьба. Ну, думаем, что возьмем реванш. Любители-энтузиасты спортивного ориентирования говорят – приходите к нам. Вы укрепите свое здоровье. Вы научитесь быстро принимать правильные решения. Найдете новых друзей. Каждый раз после преодоления дистанции вы будете чувствовать себя самым счастливым человеком в мире. Что ж, надо попробовать. Субтитры создавал DimaTorzok